Шестой класс, шестая серия. Множество. Мы с вами будем рассматривать числовые множества. Элементами являются числа. Множество обозначается заглавными латинскими буквами. Множество А состоит из четырёх чисел. Два, четыре, шесть, восемь. Можно множество А изобразить в виде круга. Элементы, то есть те числа, из которых состоит это множество, находятся внутри. Элементы множества. Эти числа принадлежат множеству А. Вот так, например, число 4 принадлежит множеству А. А вот число 5 множеству А не принадлежит. Оно будет находиться где-то вне круга. Множество А содержит четыре элемента. Записывается вот таким образом. Причём, когда перечисляются элементы множества, порядок следования не важен. Не обязательно записываясь в порядке возрастания, порядок может быть любой. Самое главное – указать все элементы. Бывают множества, которые вообще не содержат элементов. Множество, в котором ноль элементов, называется пустое множество. Что такое равные множества? Это те, которые состоят из одних и тех же элементов. Множество С состоит из двух элементов 1 и 5. И точно такие же элементы имеют множество D. Значит, эти множества равны. Итак, множество А состоит из элементов 2, 4, 6, 8. Давайте рассмотрим ещё одно множество, элементами которых будут числа 2 и 6. Посмотрите, пожалуйста. 2 принадлежит и множеству А, и множеству Б. 6 и множеству А, и множеству Б. Причём все элементы множества Б принадлежат множеству А. Б является подмножеством множества А. Можно изобразить следующим образом. Это множество А, а Б – это круг в круге, подмножество. Итак, элементы множества Б – 2 и 6. Только множеству А принадлежат числа 4 и 8. Множество А содержит 4 элемента, а множество Б содержит 2 элемента. Так, ну, теперь давайте рассмотрим тему делимость. В зависимости от того, сколько делителей имеет число натуральное, все натуральные числа можно разбить на 3 группы. Первую группу составляет одно единственное число, число 1. У этого числа только один делитель. Следующую группу составляют простые числа, числа, у которых ровно 2 делителя. Ну, например, число 2. Число 2. Делители числа 2 – это числа 1 и 2. Ровно 2 делителя. И следующую группу, третью, составляют числа составные. Это те, которые имеют более 2 делителей. Ну, так, например, число 4. Делители числа 4. Делители – это те числа, на которые 4 делится. Ну, делится, имеется в виду, без остатка. Делится на 1, на 2 и на 4. Таблица простых чисел содержит числа, которые имеют ровно 2 делителя. В таблице простых чисел наименьшее число простое – это число 2. Причём это единственное чётное число в таблице простых чисел. Все остальные числа – числа нечётные. Составное число можно представить в виде произведения простых множителей. Давайте представим число 210. Обычно разложение выполняется следующим образом – в столбик. Наименьшее простое число – 2. Число 210 делится на 2. Последняя цифра чётная. При делении на 2 мы получаем 105. 105 на 2 не делится. Следующее простое число – 3. По признаку делимости мы определяем, что это число на 3 делится. Делим на 3. 35. Число 35 на 3 не делится. Следующее простое число – 5. На 5 число, оканчивающееся на 5, будет делиться. И получаем 7. 7 – это число простое. Всё. Мы представили число 210 в виде произведения простых множителей. Римские цифры. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Если та цифра, которая меньше, записывается перед той, которая больше, то выполняется вычитание. Из 50 нужно вычесть 10. Это 40. А вот если мы записываем наоборот, числу 50 нужно прибавить 10. Это 60. Число 84. Так, следующее число. Вот это у нас 648 3111. Давайте выполним сложение. Первое слагаемое. Римскими цифрами число записано. Это число 690. Второе слагаемое. 310. Значение суммы – 1000. Итак, ответ – 1000. 510. 575. 545. 546. 121. 313.